Христос воскресе! На Щелковском телевидении диалог о православии. «Пойдите и увидите», — ответил Господь своим ученикам на вопрос, где он живет. «Пойди и посмотри», — сказал апостол Филипп своему другу апостолу Нафанайлу, когда встретил Господа. «Пойдите и посмотрите, или прииди и вишьте на церковнославянском», — говорит нам всем православная церковь, призывая познать истину и жить ею. О богопознании мы сегодня поговорим. Отец имени, добрый вечер! Добрый вечер! Христос воскресе! Воистину воскресе! Ну и по доброй традиции, уже сложившейся, предлагаю начать с книги «Чтение Евангелия», самой главной сокровищницы нашей, самой главной книги, которую нам оставил сам Господь. И как раз предлагаю прочитать отрывок о знакомстве апостолов с Господом, где звучат вышеупомянутые слова. «Приди и посмотри». Это «Евангелие от Иоанна», глава 1, стихи с 35 по 51. «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал, «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. И Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, «Что вам надобно?» Они сказали ему, «Равви, что значит учитель, где живешь?» И говорит им, «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет. И пробыли у него день тот. Было около десятого часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе, и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию, что значит Христос, и привел его к Иисусу». И Иисус же, взглянув на него, сказал, «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень». Петра. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему, «Иди за мною». Филипп же был из Вевсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанайла и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе, и пророки Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанайл сказал ему из Назарета, «Может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему, «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанайла, говорит о нем, «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанайл говорит ему, «Почему ты знаешь Меня?» Иисус сказал ему в ответ, «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанайл отвечал ему, «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ, «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего». И говорит ему, «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих, к Сыну Человеческому». Да, ну тут много, наверное, может быть вопросов, вы нам потом растолкуете. Но как мы видим, да, знакомство апостола с Господом начинается с призыва следования за Ним, да? Почему Господь не доказывает, что-то рассказывает, а говорит, идите и смотрите? Ну, действительно, это несколько странно. Мы-то привыкли, как? Вот если нам кто-то что-то предлагает, то мы начинаем спрашивать, а что, а почему, а для чего, а зачем. И ждем, когда нам что-то докажут, что-то объяснят, что-то уговорят нас, в конце концов. Здесь Господь никого не уговаривает. Он просто говорит, идите и смотрите. И вообще в Евангелии в другом месте сказано, что ищущий обрящит, стучите, толците и отворят вам, просите и дастся вам. То есть во всех этих моментах мы видим, что Господь призывает нас к действию. Не просто сидеть как зритель и ждать, когда тебя уговорят, когда тебе разъяснят, когда тебе все, так сказать, покажут, расскажут, а тебе только останется выбрать. То есть мы бездействуем в этой ситуации, мы такие потребители становимся. А когда мы сами идем и смотрим, мы действующее лицо во всем этом происходящем с нами действии Божьем. И Господь хочет от нас содействия, чтобы мы соучастники были его промыслу и творению спасения этого мира. Здесь мы видим очень ярко то же самое и с апостолами. Он ничего не доказывает, ничего не рассказывает, не объясняет. Он просто говорит, идите за мною и смотрите. И действительно апостолы так и делали. Как это ни удивительно. Вот, но Нафанайл, пожалуй, только Нафанайлу Господь некоторым образом показал, убедил его идти за собой, потому что он стал задавать вопрос, а почему, собственно, ведь из Назарета не должен прийти Мессия? То есть почему он задал этот вопрос? Может ли что доброе быть из Назарета? Потому что по пророчествам Мессия Христос должен прийти из Вифлеема, от Вифлеема иудейского родится Спаситель мира. А тут вдруг из Назарета. Конечно же, Нафанайл этого не понял, и поэтому задал такой вопрос призвавшему его апостолу. Конечно же, здесь целая предыстория можно рассказывать, почему, потому что где родился Христос? Он родился в Вифлееме, но жил он в Назарете. Поэтому пророческий ряд предсказаний весь сбылся. Назарей наречется. Почему Назарей? Потому что из Назарета. В Вифлееме родится Мессия. Почему? Потому что он действительно родился в Вифлееме. Все это выстраивается в четкий ряд событий, которые пророки за тысячу лет до этого уже предсказывали. И только здесь Господь ему разъяснял и, можно сказать, переубеждал. А остальных он просто призывал. Как и другим апостолам. Ну, Матфею, например. Мытарю. Он сказал, иди за мной. Все. Он оставил свою мытницу и пошел. Ничего не задавал. Никаких вопросов. Никаких моментов, связанных там «А куда?», «А чего?», «Зачем?». Поэтому и от нас Господь требует соучастия, содействия. Мы должны проявить свой интерес. Мы должны проявить свое внимание к Божьему произволению о нашем спасении через какие-то действия, через какие-то шаги, через какой-то интерес хотя бы. Потому что если нам не интересно, а ты нас убеждай, а мы вот позевывая будем, ну, может быть, что-то рассматривать. Ну, апостолам, видимо, почва была, сердце подходящее, да? То есть они, видимо, искали Господа, и вот это уже как ключевой отправной точкой стало такое. То есть они уже были на старте. Вот эта фраза, вот эта фраза на фанайлу «Я видел тебя, когда ты сидел под смоковницей», почему она так поразила на фанайла? В Евангелии об этом не сказано, это сказано в других толкованиях на Евангелии. Потому что в этот момент он действительно сидел под смоковницей, когда к нему пришел Филипп позвать. Он сидел под смоковницей и размышлял, думал как раз о Спасителе мира, о Мессии. Когда он придет, как он придет, куда он придет, как он будет выглядеть, как его найти. То есть он уже внутри себя искал Спасителя. И этих мыслей никто, кроме Господа, не знал. Конечно же, никто. Только на фанайл и Господь. И почему он так и воскликнул? «Ты, Рави, ты, Сын Божий, ты, Царь Израилев». Только потому, что он сказал, какие мысли у него были за полчаса до встречи со Спасителем. Это, конечно же, очень важно. И здесь мы видим как раз картину, как Господь к каждому из нас относится бережно и не нарушая нашего выбора, нашей воли. Мы должны произвольно согласиться с Божьим промыслом о нашем спасении. И тогда Господь нас будет спасать. А если мы будем сопротивляться этому, или лентяничать, или равнодушными быть, нас невозможно спасти. Мы просто будем совершенно индифферентными к делу нашего же спасения. То есть нам это неинтересно. Но если хочешь, говори. Как многие сейчас люди в этом мире так себя и ведут по отношению к церкви, по отношению к религии. Когда Господь стучится, Господь говорит, вот сейчас, например, через нас говорит, или кто-то через Евангелие, кто-то через какие-то слова святых отцов, кто-то через соприкосновение в церкви. Огромное количество моментов, через которые Господь стучит в сердце каждого из нас. А кому-то через скорби, а кому-то через радости. И часть людей откликается, а часть людей остаётся равнодушной. Ну да, ну что-то было, да, конечно. Ну я-то занят, мне надо то, то, то. Ну когда мне этим заниматься? Мне надо на работу, мне надо на семью, мне надо ещё, опять же, всё по Евангелию. Но, к сожалению, вот царь мира нас призывает, а мы кто-то волов испытует, кто-то на рынок идёт, кто-то там с женой остался, кто где, кто как. Но только не с Богом, к сожалению. А почему вот так многим людям религия кажется вообще необязательным, да, в чём-то ограничивающим, в свободе, в правах, да, скажут, вот там, постоянно поститься, что-то надо делать, себя принуждать. Почему, вот, почему такая позиция не верна? Почему люди вот считают, что религия – это необязательно? Ну, наверное, я могу предположить, почему они считают, что религия не нужна им. Они даже не рассматривают, верна она, не верна. Они просто считают, ну это не для меня. Или там в лучшем случае скажешь, ну вот после пенсии я этим буду заниматься. А до пенсии есть масса других дел, которыми я хочу заняться. Наверное, это всё происходит по одной причине, что человек, живущий в этом мире, поставил себе цель жить в этом мире. Вот как это ни странно звучит. Вот цель жить в этом мире, она призрачна. Она настолько иллюзорна, что мы, живущие здесь, думаем, что мы будем жить здесь вечно. Хотя рядом с нами постоянно умирают люди. Кто-то в молодости, кто-то в среднем, кто-то в старости, внезапно, кто-то после болезни, кто-то ещё как-то. То есть вокруг нас постоянно умирают люди, и мы это видим, но мы считаем себя подспудно, неосознанно, внутри души. Нет, я тут буду жить вечно. Поэтому планирую на десятилетия вперёд, а то и на столетия. К сожалению, это не так. Мы все не знаем того возраста, когда мы уходим из этого мира, а мы все из него уйдём. И значит, надо всё-таки искать не жизни этого мира, а жизни мира этого другого. А это всё приложится. Оно не отнимется. Мы пока здесь живём, мы не можем здесь не жить. Конечно же, будут какие-то заботы, будут какие-то и радости, и скорби этого мира. Но основной целью является жизнь в том мире. И если я ищу жизни в том мире, в мире после смерти, то мне нужен, конечно же, учитель, мне нужен, конечно же, спаситель, который меня от смерти спасёт, который меня научит, как мне избежать смерти не только телесной, но и духовной. Оказывается, и такая смерть есть. То есть наша душа тоже может умирать. В аду, в вечных муках, умирать. Почему она не может умереть раз и навсегда? Потому что она создана вечной. И вот это вечное умирание, она не может умереть, но умирает. Это и будут адские муки. К сожалению, вот те люди, которые этого не сознают и не понимают, они вот себя обрекают на такую жесточайшую ошибку всей своей жизни. Поэтому прежде чем достигать каких-то целей, вы всё-таки приоритет выставите. То есть надо всё-таки понять, а что мне важно? Важно мне спасение моей души? Если важно, то хочется мне, не хочется, нравится или не нравится. А заповеди нужно Божии узнать и соблюдать. Ну вообще, да, если не размышлять о вечности, вообще жизнь какая-то, кажется, бессмыслицей абсолютно. То есть растёт человек, или даже трагедия сейчас в Казани произошла. Вот бессмысленно получаются смерти детей. Но это если мы не думаем о вечности. Если мы не, допустим, тот же пример с казанским вот этим человеком, убившим там множество людей. Внезапная смерть-то была у этих людей. Никто не думал, не гадал. Многие строили планы там. Дети там, куда пойдём гулять там, или чем займёмся после учёбы. Учителя свои какие-то планы строили. Кто-то на год вперёд планы строил, ещё там что-то такое. А раз, и все эти планы разрушены были. Мгновенно. Вот таким непредсказуемым событием. Но мы можем рассмотреть с точки зрения вечности вот этот случай трагический, тяжёлый. Да и любой случай. Что коронавирусы смерти? Коронавирус. И вообще живёт человек, заболевает, умирает. И, конечно, любая смерть, она кажется бессмысленной. Сбила машина. Или какие-то там ещё множества обстоятельств, которые могут нашу жизнь прекратить мгновенно, когда мы даже и не задумываемся об этом. Так вот, по поводу этого случая или других таких случаев, Господь забрал этих людей. Забрал через вот этого, так сказать, ну, наверное, не в своём разуме человека, потому что разумный человек такого делать не будет. Соответственно, просто какое-то беснование было. И, соответственно, почему Он их забрал? Значит, Он видел, что дальше им здесь, в этом мире, уже будет неполезно находиться. То есть, это чётко прописано в Евангелии. Волосы на голове вашей сочтены, ни один из них не упадёт без воли Божией. И здесь не то, что волосы, тут просто смерть. Значит, было попущено Господом вот этому всему произойти. Почему? Я думаю, это в каждом отдельном случае, индивидуальном, будет чёткое объяснение, почему этого Господь забрал человека. А вот этот остался жив. Ведь там под партами пряталось множество детей, но кого-то постигла смертная участь, а кто-то живой остался. Вот выбор. Да, и кроме того, ведь сейчас же пасхальные дни, да, у Господа, если на Пасху уходит человек, это же особая привилегия, да, и мы же не знаем, что происходило. Может быть, там те же учительницы, может быть, они с собой загораживали, да, детей. И жертвы у Господа, они сразу идут в Царство Небесное. Да, тот человек, который своей жизнью, так сказать, пожертвовал ради спасения других жизней, конечно, Господь это оценит и спасёт такого человека. Поэтому здесь мы можем рассуждать только по-мирски, если мы в миру живём, а если мы рассуждаем духовно, то совсем другая картина устраивается, совсем по-другому. То есть уже нет такой ненависти, какая вызывается у мирского неверующего человека к этому человеку. Его, честно говоря, вот мне очень жаль, потому что я не знаю, как он будет отвечать пред Богом за то, что он соделал. Это ужасно и просто, ну, убийство. Но есть одна из законов. Не убей, да. Он убил ни в чём не повинных детей и людей. Как он за это будет отвечать, я не представляю. И в связи с этим, конечно же, мы должны думать, что наша жизнь, она тоже рано или поздно закончит своё течение. И мы должны, если мы разумные люди, мы должны к этому готовиться. Да, очень важно сам момент смерти. Ведь, как Господь сказал, да? В чём застану? В том усуживу. В том усуживу, да. И вот сам момент кончины нашей, он очень чрезвычайно важен. Он подводит итоги. Если мы помним, что первым вошёл в рай с Господом разбойник, распятый рядом с ним на кресте. А второй разбойник, распятый также с другой стороны на кресте, он пошёл в ад. В чём разница между этими двумя людьми? Один в момент смерти практически, за минуты до своей кончины, он уверовал в Бога и покаялся Ему. И помолился Ему. И Господь ответил Ему на это. Что ныне же будешь со мной в раю. Это в Евангелии прописано. А другой хулил Бога, не веровал в Него. Так сказать, всячески хулил. И что это Ему дало? Он пошёл в ад. Ну, бессмысленная совершенно жизнь. Он жил разбойником, то есть безрадостно. Только людям вредил и самому себе. И кончину отверг Бога в момент своей кончины и пошёл в ад мучиться дальше. То есть из этого мы всё-таки должны заключить для себя, что наш путь здесь, вне зависимости от того, длинный он или долгий, или короткий, быстрый, он должен быть всегда к Богу. Да. И вот про того же разбойника, который спасся, пошёл в Царство Небесное, первый пошёл с Господом. Предание до нас дошло о том, что этот человек, он не просто же так вот прямо на кресте поклялся. То есть у него были добрые поступки. И вот даже что-то он Господа, когда он ещё младенцем был, отпустил, когда они там шайкой разбойников захватили, остановили, и он отпустил Господа. Да, был момент, когда Святое Семейство, то есть Пресвятая Богородица, Иосиф Обручник и младенец Спаситель, они убегали от Ирода, хотевшего убить его, в Египет. Они ехали на Ослики, то есть пешие фактически путешествие было. И, конечно же, на этом длительном пути им встретилась шайка разбойников, который, вот, один из разбойников хотел их ограбить и убить, а второй разбойник их пожалел, отпустил. Вот, собственно, и всё. То есть мы видим, что наша жизнь, она сама формирует наше будущее. И не только в этом мире, но и в следующем уже мире, в вечном мире. Всё, что мы здесь творим, не исчезает после того, как мы там сделали и забыли. Нет. Оно сохраняется, как нам святые отцы рассказывают об этом, что на каждую из нас пишется книга жизни, в которой записываются наши добрые дела и наши злые дела. И в конце нашей жизни, когда эта книга подходит к концу, когда мы там последние предложения дописываем и ставим точку в нём, книга закрывается, наша жизнь заканчивается, и всё. Эта книга идёт на частный суд, где взвешиваются все наши записанные в этой книге дела и поступки. И чего больше будет, туда мы и пойдём. Это тоже надо учитывать в своей жизни. Если человек был добрым в этой жизни, но не считал, не ходил в церковь, зачем нам нужна церковь? Что будет, какая участь ждёт такого человека? Ну, хорошо, что он был добрым. Хорошо, что он был, так сказать, не злым человеком. Но очень плохо, что он отверг Бога. Ведь Господь пришёл ради него, в том числе, и распялся на кресте, мучился, страдал, проливал свою кровь и взывал, что «все, кто ко мне придут, того вас упокою». Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас. То есть дам покой душам и в этом мире, и в мире ином. Этот человек отверг призыв Бога. Но если он отверг Бога, будучи добрым человеком, он здесь Бога отверг, то и Господь отвергнет его там. Мы опять же об этом читаем в Евангелии. Всякий, кто отвергнется меня вроде всем прелюбодейным, того я отвергну пред Отцем моим небесным. Это в Евангелии написано. Поэтому его доброта по-человечески понятная, но непонятны его отношения к Богу. Почему он к нему так не с добром отнёсся, почему он его-то отверг? Да, и в Евангелии тоже есть слова, что Господь нам сам говорит, и мы уже говорили однократно, что лекарство бессмертия это наше таинство причастия, мы причащаемся. Ещё есть слова в Евангелии, когда Господь говорит о том, что человек уже сейчас имеет жизнь вечную и на суд не придёт, который верует в Господа Иисуса Христа. Естественно, тот, кто, как Господь сказал, тот, кто слушает и исполняет мои заповеди, тот меня любит и того я люблю и того я возьму с собой к Отцу моему Небесному. Тот, кто этого не делает, ну как к нему прийти? А заповеди это и причастие, то есть пролитая кровь и то тело Христово, которое Господь за нас подверг таким мучениям, мы это принимаем в память о этом событии, таким образом доказывая свою веру и преданность Господу. А тот, кто не причащается, опять же, слова из Евангелия, кто не вкушает тело и крови моей, жизни не имеет, опять, кто в этом виноват? Ну не Господь же. В этом виноват конкретный человек, который этого отвергается. Таким образом отвергает от себя промысел, о спасении. Вот что плохо. Для нас, конечно же, это может быть не совсем понятно звучит, но если мы начнем это хоть как-то познавать, хоть как-то углубляться в это, интересоваться этим, не оставаться равнодушными к этим, пропускать мимо своих ушей и глаз, то мы начнем понимать то, что заложил Господь в этом всем. как Господь нас любит и как Он в каждом этом действии проявляет к нам любовь просто ну даже выше материнской. Ну не каждая мать пожертвует своей жизнью ради своего чада, а Господь пожертвовал своей жизнью. И здесь мы, ну сколько сейчас женщин делают аборты, как говорят, по медицинским так сказать основаниям. Ну вот медик кто-то посмотрел и говорит ну вам лучше сделать аборт, не рожать, потому что там здоровье может испортиться. И женщина идет на убийство своего ребенка ради своего здоровья. А Господь вот пошел на смерть ради нашего здоровья духовного. Вот это надо тоже понимать. И мы конечно же должны ну как-то вот ответить на эту любовь к нам грешным. Как ответить? Верою, любовью и делами. то есть исполнением тех заповедей, которые Господь нам здесь оставил. В Евангелии, в посланиях апостолов и в церкви. Можно ли Господа познать разумом? Вы знаете, разум человеческий ограничен. Ну вот как стакан, да? Вот можно в стакан влить ведро воды? Нет? Потому что есть ограничения. Объем маленький. Вот так же с разумом. Наш разум он ограничен можно сказать в объеме информационном. те, кто занимается там различными программированием там или какими-то компьютерными такими вещами созданием различных баз и прочих обработки информации, они понимают, что есть определенный объем информационный, который при всем своем желании не сможешь вместить в маленький компьютер какой-то огромный объем информации, базу какой-то. Вот если на этой аналогии объяснять или с водой, стаканом, ведро, или с информацией. Вот Господь он безграничен и в разум он не может поместиться. Наш разум не сможет его понять. У него объема не хватит. Но познать Бога возможно. Это можно сделать только с помощью веры. Если мы веруем, то вера не имеет границ. Как ни странно это звучит, в нашем человеческом естестве, ограниченном со всех сторон, телом, разумом, чувствами, силами своими ограниченными, мы немощные существа достаточно. Вера нам дает безграничность. И как только у нас появляется безграничность, все, Господь познаваем через веру. Это единственный путь к познанию Бога. А вера нам дается Духом Святым? Вера дается, конечно же, от Господа, потому что иначе мы откуда? Все доброе, что есть у человека, все, что мы имеем доброго в делах, в мыслях, в желаниях, в чувствах, в жизни нашей, каких-то добрых людей, помощников, какие-то добрые обстоятельства складывающиеся. Это все дары Божии. Это все от Бога нам дается. Поэтому и вера в том числе дается от Бога. Если Господь не даст веры, то, конечно же, где он ее найдет? Она настолько тонка в своем естестве, что ее ни через разум, ни через какие-то чувства невозможно приобрести. Но, тем не менее, для того, чтобы нам помочь в укреплении веры, Господь нам дает две огромных книги. Одна книга – это творение Божие, это весь мир, который мы наблюдаем. Это то, что есть в природе, это то, что изучает науки, есть в каких-то материалах, в каких-то других, так сказать, солнечных и звездных системах, в других. Значит, это все книга творений Божиих. А есть другая книга, книга откровений Божиих. Это то, что мы читаем в Евангелии, в Священном Писании. Вот из этих двух книг мы можем приобрести укрепление в вере. Ну, как это, так сказать, проиллюстрировать. Допустим, мы смотрим на бесконечность Вселенной. Ведь нету границы у Вселенной. Это же известный факт, научный факт. И понимаем, что откуда она могла появиться, бесконечная Вселенная, только от бесконечного Творца. Мы видим красоту вот этого мира, но сама по себе из хаоса красота появиться не может. Кроме того, чтобы эту красоту кто-то видел, Господь создал человека. Ведь животные не видят красоты, растения не видят красоты. Красоту звучания, красоту мыслей, красоту форм, их много красот. Только единственное творение Божие может оценить этот человек. и здесь тоже явно промысел Божий о том, что мы знаем и чувствуем и видим. И если бы не было человека, то вся эта красота была бы не нужна никому. Удивительно, но факт. И самое важное, а кто эту красоту создал? Откуда она появилась? Если ее не оценивает мертвая материя, камни, песок, что красиво, что некрасиво. растения, у них даже органов чувств нет, чтобы познать эту красоту. Животные, у них нет внутренних познавательных моментов, но разумной души нет у них, которые могут опять же эту красоту познать. Это есть только у нас. Это для чего тогда эта красота создана? Только для нас. И из этого мы тоже видим, что есть источник красоты сам Господь. И если его творение так красиво, то какой красоты сам Господь тогда? Потому что по творению мы можем познать Творца. Если красивая картина, то и творец этой картины красив. Если красивое стихотворение, то и творец этого стихотворения тоже красив. Ну и так далее. Здесь ни стихотворение, ни картина, ни какое-то изделие рук человеческих. Здесь Вселенная создана. Очень красиво. То есть от нас зависит одно желание. Да, возвращаемся к началу. Если мы желаем найти Бога, уверовать и понять, то мы этого достигнем. Опять же, по тем словам, которые я уже говорил. Цитаты из Евангелия. Ищите и обрящите, стучите, вам отворят. То есть это все сам Господь нам сказал. Поэтому мы должны желать, мы должны действовать, мы должны искать. Ищите и обрящите. Если мы этого ничего не делаем, да как бы не было красиво, мне все равно. Ну а потом уже более совершенно, то есть начнем с познавания словословия Господа за творение, за звезды, за небо, за те же жучки, паучки, как они шевелятся, непонятно, неизвестно, как глаз наш смотрит и все остальное. Да, это по-прежнему неизвестно науке. Изучаем священное писание, евангелие. Следующая книга, то есть первая книга, это можно сказать для детей, азбука, можно сказать, книга творений Божьих, это азбука, а вторая книга уже для взрослых, людей, которые пытаются познать Бога, там разъясняется более подробно, более ярко и осмысленно само существование Бога, сам промысел Божий об этом мире, само внутреннее, так сказать, как сказать, даже, родственность нашей души и Божьей, потому что Господь нас сотворил по своему образу и подобию, значит, мы его дети, то есть в нас есть что-то, что очень похоже, роднит нас с Богом, конечно же, где это, в природе? Нет, это уже в священном писании, в другой книге, и там мы это находим во множестве, ведь нам кто отрицательно относится к любви? Ну, как же, любовь – это же высшее из чувств, к надежде, к вере, к послушанию, к доброте, к милосердию, а это всё я перечисляю качества божественной природы. Которые тоже невозможно объяснить логически. Их нету в логике материальной. То есть с помощью инстинктов это не объяснить. С помощью законов физики, химии или математики не объяснить это. Это можно объяснить только с помощью высшей духовной жизни. Только оттуда это всё приходит к нам. Ну и, соответственно, если это есть у нас, то у Бога это, конечно, в превалирующей степени. Он источник этого. Мы лишь носители. Нам это только даровано. А источник всего этого Господь. Мы читаем в Евангелии Бог есть любовь в Священном Писании. Бог есть истин. Я есть жизнь и истина и путь. Сам Господь говорит в Евангелии. Мы через это приходим уже к пониманию Бога. То есть мы не просто детишки, которые забавляются, радуются и восхваляют Творца. Мы начинаем понимать его замысел о спасении мира, о том, что нам даровано величайшее будущее. Величайшее. Не просто пить пиво на диване перед телевизором и так всю жизнь прожить, нарастить себе хороший животик и помереть собственно в этом состоянии. Это не для нас. Для нас другое будущее уготовано Богом. Мы тоже творцы в какой-то степени вместе с Господом, сотворцы. Мы тоже должны делать добрые дела. Господь добрые дела делает. И мы должны быть похожи на Него, тоже должны делать добрые дела. Если мы этого не делаем, мы свое собственное естество разрушаем. Мы его приводим к деградации, а это грех, а это отхождение от воли Божьей про нас. Господь нам сказал, вот вы должны быть такими красивыми, добрыми и целомудренными, а мы не хотим, мы будем злыми, похотливыми и всячески будем грешить. Но, конечно же, это не промысел Божий о нас. Это наше своеволие. Да, и когда человек уже начинает дальше жить, то есть вера, она подкрепляется уже опытом. Ну, есть такая фраза, вера без дел мертва. И, конечно же, верить необходимо, но недостаточно. В математике есть такая фраза, условия необходимые, но недостаточные. То есть вера должна быть подтверждена делами, то есть благочестивой жизнью. Если мы не имеем добрых, благочестивых поступков, то, значит, и веры у нас нет. и сам Господь говорит об этом, что кто меня любит? Тот, кто соблюдает мои заповеди, мои слова, а тот, кто не соблюдает моих слов, он меня не любит, он не слушает меня, а всех, кого мы слушаем, конечно же, мы их любим, ну, или боимся, да, вот, есть как бы два критерия, можно под страхом что-то делать, не хотят его, а если не из-под палки, так сказать, не из-за страха, то тогда по любви, и здесь мы либо рабы Божии из-за страха, либо дети Божии из-за любви, то есть вот вы сами выберите, в каком вам, так сказать, состоянии лучше, и так и живите. Кроме того, хотелось бы отметить, да, что глядя на жизнь мучеников, которые полагали жизни за Господа, да, шли добровольно, да, на расстрелы, на остальные всякие мученичества, на жития святых отцов, да, они же не просто вот прочитали и вот, и там разум, то есть у них жизнь уже опытно подтверждается, то есть они проживают, и они видят тот невидимый мир, да, они ни в чем не сомневаются, то есть человек, вот я хочу сказать, что человек не просто он разум, да, постигает Священное Писание, но появляется какие-то случайности вдруг неожиданно у него появляются, да, у человека, и он уже опытно подтверждается, он встречается со святыми, ему уже никто не может ни что сказать, он все равно уверен и убежден, вот в духовное зрение появляется у человека. Знаете, вот недавно читали монастырь, во время жития святых, один из преподобных отцов, творил много чудес, и одно из чудес, он ходил по воде, и вот потом к нему отцы после этого подошли, говорит, а что ты чувствовал? Он говорит, ну я чувствовал, что вот по щиколотку мои ноги в воде, а дальше твердые, то есть человек, который прошел по воде акипосуху, воду все-таки ощущает, но для того, чтобы это сделать, нужно измениться, как апостол Петр, он настолько поверил Богу, сказал, Господи, если это ты, а я в тебя верю, ты мне прикажи прийти к тебе по воде, и Господь ему сказал, иди, и он пошел, это уже изменение естества, это уже другое, не человеческое, уже божественное, что-то начинает действовать в нашем естестве и жить в нас, и собственно к этому Господь нас призывает, чтобы мы жили в Боге, а Бог жил в нас, то есть вот это вот такое совместное проникновение было Господа с нашим человеческим естеством, и Он это сделал, когда вочеловечился, когда принял на себя человеческое естество, а нам дает, так как Он не может нам это навязать, да, силою, Он нам дает по нашим желаниям, вот вам мое тело и кровь, хотите, чтобы я проник в ваше естество, причащайтесь моим телом и кровью, тогда я буду в вас, а вы будете во мне, и тогда вот эти все моменты связаны с тем, что как-то, ну, конечно же, можно мучить, можно там стараться переубедить, можно еще чего-то, но все равно Бог есть, вот как ни режьте, как ни убивайте, как ни как-то по-другому искушаете, да, я грешный, да, я слабый, но от этого не изменится мое внутреннее соприкосновение с божественным естеством, оно все равно останется, и это как раз то самое изменение естества, которому все мы призваны, мы должны стать другими, мы должны стать духовными, то есть иметь духовное здравие, а когда мы просто плотские, это духовная болезнь, то есть тогда живет только часть, половинка нашего естества, телесная, и вся жизнь только ради тела, а духовная, она настолько деградирует, что мы про нее забываем и вообще даже считаем, что ее и нет, на самом деле она есть, но она просто деградировала, вот надо восстановить здравие, чтобы и телом, и душой жить. Да, нужно отметить о том, что вот как мы сейчас примеры апостола Петра, который по воде ходил, на самом деле каждый христианин, верующий человек, он в своей жизни испытывает тоже верность Господу, и может идти по воде, но не так вот прям как по клязьми раз прошелся, но человек понимает, что он способен к этому. Есть в человеке верующим, есть такая уверенность, то есть это называется упование на Бога, и наоборот есть грех, не упование на Бога, да, вот это упование на Бога говорит каждому из нас, что я знаю, что Бог есть, я много раз убеждал, что Он мне помогает, я совершенно уверен, что Он мне поможет и в будущем не отвернется, лишь бы мне от Него не отворачиваться в своих грехах. Если я не отвернусь от Бога, Господь мне всегда и везде поможет, надо пройти по воде, и по воде пройду, надо что-то, какое-то чудо сотворить, и чудо сотворю, только лишь бы мне не отвернуться от Бога. Вот это упование на Бога, оно вместе с верою и благочестивой жизнью, оно приходит к человеку внутри него в виде ощущения. Знаете, вот когда ребенок в малом возрасте, он когда не боится, когда он держит там маму или папу за руку, и он уже ни о чем не думает, его куда-то ведут, что-то там ему делают, там кормят, одевают, что-то показывают. То есть он совершенно спокоен, потому что полностью уповает на своих родителей. Вот если мы держим Господа за руку и чувствуем это ежесекундно, то это упование будет и у нас всегда. А когда мы хотим сделать какие-то свои неправильные шаги, мы, как правило, отпускаем руку Божию и начинаем что-то делать, как ребенок, балуется, когда он это делает без родителей. При родителях-то стыдно, да и боязно накажут. Вот то же самое и мы. Таких же детей напоминаем. Мы отпускаем руку Божию и что-то... А сейчас вот так, только что я там с Богом был, а сейчас вот я что-нибудь для себя, чтобы, так сказать, ну как-то развлечься, что-то там отвлечься, отдохнуть. Все. Вот мы потеряли руку Божию, и тут мы уже ни в чем не уверены, ни на что нам уповать нет возможности, нам уже и страшно, нам уже и больно, и что, самое главное, стыдно. Ведь все равно придется к Богу прийти и попросить у него прощения. Но все равно это надо сделать. Для этого есть тоинство покаяния. Абсолютно правильно. Да, как дети мы можем согрешить, отпасть и где-то там нашкодить, как это с детьми происходит. Но Господь, опять же, как любящий отец, Он дает нам возможность, пожалуйста, ну да, ну вот, все, я вас прощу, но вы попросите прощения-то у меня. Но прощения-то надо попросить. Для этого таинство покаяния. Попроси прощения, Господь тебя простил. Все. И опять ты держишь его за руку, опять Господь тебя ведет, и опять у тебя упование, спокойствие души. Ну как без этого жить? Да, для чего мы все это говорим? Потому что очень многие люди рассуждают, а что там в церкви делать? Мы вот и передачу назвали «Приди и вишть». Прежде чем рассуждать, что там да как, ты приди и попробуй, попробуй вкусить Господа и понять, почему люди не уходят, почему люди жертвуют собой, ради чего. Ну действительно, по крайней мере, вот с некоторыми людьми, которые мне приходилось беседовать, неверующими, они, буквально недавно разговаривал тоже, молодой человек из Бауманского, вот с ним беседовал, он говорит, а как вот вы там инженер, там на Байконур, там значит НП энергии, там ракеты, все такое, как вы вдруг раз и ушли из всего этого и стали там монахом, священником. Вот что сказать? Ну приди и попробуй, ты сам увидишь ради чего? Но если ты оставишь это все просто, так сказать, в теоретическом ракурсе, ну да, а, ну вот он не ответил чего-то, да, ну и все. И забыл про этот ответ и про этот вопрос. Ты не сдвинешься с места. Сдвинуться с места нужно идти. Нужно прийти, разобраться, посмотреть и ощутить, ради чего все это. И для человека открывается солнце и весь мир кажется уже как при тусклой лампочке, да, то есть то, что вот раньше его интересовало, оно меркнет. А дальше уже идет сравнение, абсолютно правильно. То есть я пришел, увидел, ощутил, повернулся назад, оттуда, откуда я пришел, говорю, так а тут-то лучше оказывается. Я туда не хочу возвращаться. там чего хорошего-то? Там одни страхи, немощи, слабости и человеческие, так сказать, какие-то страдания. Зачем мне туда возвращаться? С Богом-то проще. Ну, рядом с источником света, добра, любви, тепла, намного теплее, светлее и добрее ощущаешь себя, чем вдалеке от него. Поэтому, когда мне говорят люди неверующие, что-то как же тяжело жить, как плохо жить. Ведь в этой жизни одно зло, одни препятствия, одни страдания, скорби, тяготы. Я удивляюсь, говорю, как? Ничего, нету ни радости, ни пороги? Да нету, говорит, ничего. Так я говорю, вы, наверное, неверующие? Ну, да. И все. Человек ушел от Бога и говорит, что-то так плохо живется вообще, так ты вернись к Богу и будет хорошо житься. Одни праздники у верующих. Да, одних праздников сколько у нас. А зависит ли вообще духовное преуспеяние от окружающей среды? Ведь если кто-нибудь посмотрит, на спасение, что надо куда-то уходить, менять вообще образ жизни. То есть может человек в мирской жизни, ну, меняя, наверное, внутренне какое-то свое состояние, но внешне там, это работа, семья, то есть не бросая. Зависит ли, может ли он так спастись? Ну, конечно может, ведь Господь, Он везде. Но если брать, так сказать, библейскую историю, то был Содом и Гомора. Это просто исчадие всех человеческих грехов, которые Господь потом спалил просто этих пять городов, и от них сейчас только археологические остатки остались, от этих городов, вместе с перемешкой серы, которая на них выпала и сожгла все это. Но там был праведный лот, и он был спасен Господом, и он жил праведно в Содоме и Гоморе. А другой пример, те самые 12 апостолов, один из них Иуда, который, вот он видел все чудеса, он присутствовал при воскрешении Лазаря, там, сына Наинской вдовы воскрешения, он видел бесноватых, исцеляющихся, безглазых, слепых людей, которые вдруг прозревали, он видел там огромное количество чудес, которые и не перечислить даже во всех книгах мира, как Иоанн Богослов говорит. А что? А он продал за 30 сребреников Господа. То есть рядом с Богом человек жил и не спасся, а лот жил в Содоме и Гоморе и спасся. Поэтому все зависит от человека, от его выбора. А Господь везде протянет ему руку помощи и спасения. И когда нужно, выведет из Содома и Гоморы, когда нужно, приведет в землю обетованную, как лота, потом Господь привел вместе с Авраамом в ту землю обетованную, где они жили и, собственно, спасались дальше. То есть мы должны все-таки Бога любить, верить Ему и слушаться Его. И тогда все будет хорошо. Если же мы этого делать не будем, да где бы мы ни жили? Хоть в раю. Адам и Ева согрешили в раю и были изгнаны из рая. То есть даже в раю мы будем грешить, если не хотим слушаться Бога. И наоборот, если мы хотим слушаться Бога, даже в Содоме и Гоморе мы будем правильно жить. Поэтому и в жизни мирской, и в жизни монастырской, и в любом месте этого мира можно спастись. Да и вообще люди, очень многие даже не знают, чем заняться в этой жизни. Когда человек начинает жить, познавать и сущность, и жить церковной жизнью, и церковными праздниками, у него появляется смысл жизни. Сколько семейных пар по воскресеньям посещают храм. И потом такую радость и благодать получают. Действительно, в этом мире все заканчивается. Школа заканчивается, институт заканчивается, работа на пенсию уходит человек, тоже заканчивается. Дети, они тоже вырастают и, как правило, живут не с родителями, и это заканчивается. Внуки тоже какой-то там, тоже заканчивается, и сама жизнь заканчивается. То есть здесь нету ничего вечного. Поэтому, вот человеческая душа устроена так, что ей хочется, что-то было все, вот никогда не кончалось. Это как раз Господь, это как раз изучение Божьей, так сказать, воли, Божьего естества и Божьих наставлений. Если человек вступает на этот путь, этот путь не заканчивается в вечности. Мы в вечности уходим, изучаем все это. Поэтому, конечно же, хотите жить в вечности уже здесь, придите к Богу. У нас осталось всего две минутки. Вам завершающее слово, и, наверное, праздник, скажем, у нас женский праздник. Да, хочется всех поздравить наших жен мироносиц, носящих мир. В Евангелии мира носили, да, жены мироносица, пришедшие на гроб. А здесь, ну, сейчас мира не носят, то есть такое благодатное, да, масло. А жены, чтобы несли мир всегда. Вот всем желаю Божьей помощи, поздравляю с женским праздником всех вас. И хотелось бы, чтобы вы почаще приходили к Богу с миром. Это будет вам поддержкой, утешением и радостью. И от Господа миру получать, да? Да, да. Ну, благодарю вас, Светлый Мини, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. Спасибо, Господи. Праздником. До свидания. Да, ну, на сегодня все. Можно прийти в воскресенье, например, праздновать жен мироносица праздник. До свидания.